все нормально хорошо ну вот теперь я напомню еще что были сформулированы два следствия из теоремы стокса пуанкаре а именно формула гаусса астроградского и формула стокса которые уже верны трехмерным пространстве для трехмерной соответственно двумерной клетки ну и выводились они как мы просто брали скажем форму омега большую как pdx плюс q dy плюс rdz и формально подставляли ну давайте немножко задуматься над тем как именно это формальное подставление осуществлялось дело в том что вот такая запись такая запись она представляет форму заданную вообще говоря в области трехмерного пространства до их до игрок дз соответственно один формы в трехмерном то есть объемлющем простран а здесь мы соответственно должны говорить о форме которая задана уже лишь на одномерном многообразие то есть на одномерной клетке и это ставит вопрос собственно нужно было конечно его наверное раньше затронуть а как же мы можем задавать формы на клетки так вот то что было использовано формулировки формула гаусс-астроградская формула стокса это по сути сужение на клетку то есть скажем давайте я вот в общем уже случае теперь к общему случаю перейду значит если у нас м это и мерная клетка мерная клетка мерная клетка как это сужение то есть для любых векторов ну давайте как их обзовем же 1 и так далее а для любого вектора у нас один вектор же из касательного пространства какой-то фиксированной точке пусть будет x нулевое да какой-то фиксированной точке x нулевое значит сужение базисные формы именно в этой точке действует на вектор же как просто как исходная базисная форма сужение которое мы берем на том же сам векторе ну запись кажутся такой довольно-таки глупые тривиальны но тем не менее все таки смысл в этом есть смысл в чем в том что у вас слева фигурирует уже форма заданная на клетке то есть вы сузили на клетку это означает что вы сюда уже можете ставить только вектора только векторы из касательного пространства сюда вы можете ставить векторы из всего пространства справа а слева уже только касательного пространства другие векторы уже ставить сюда просто нельзя то есть форма задана именно на касательном пространстве ну а другой способ это конечно просто перевести форму заданную в кубе на клетку ну и вот давайте посмотрим как в явном виде запишется тогда вот это сужение значит каждый вектор же из касательного пространства мы можем записать как фи штрих соответствующие точки ну давайте я усталиком напишу там где у нас параметры меняются ну на базисный вектор аж где аж уже теперь в рм сидит напомню что там где у нас параметризующий куб там у нас и пространство одно то есть никаких точек там не нужно соответственно значит мы считаем хотим посмотреть что это из себя будет что это такое будет значит это означает по определению сужения что мы должны посмотреть на такой на такое значение базисной формы на этом векторе это означает что мы берем и ту координату соответствующего вектора ну а и т координаты это что такое получается это получается значит я так запишу д и это по д житому точку с ноликом на аж житые то есть я беру и ту координату здесь у нас значит вектор это матрица размера н на м и здесь идет суммирование по ж суммирование по ж а поскольку у нас индексы оказались оба вверху давайте я уж тут тогда сумму напишу чтобы она ну и попутно чтобы помнить где сколько суммировать так так ну а это что означает давайте так а ну вот смотрите вот эта штука еще это есть не что иное как фи со звездочкой от д и и и т которое мы взяли на векторе h ну по определению подстановки замены переменных то есть формах таким образом что у нас получилось у нас получилось такое равенство сумма по ж от единички до м д и и т по д у ж точки у с 0 а ж да ну или можно так записать значит сумма по ж от единички до м частная производная фи и этого по д ужитая взятая на векторе h отсюда мы можем вектор h не писать и это получается что у нас есть такое представление для замены переменной в базисной форме причем здесь уже можно считать поскольку мы именно совпадают здесь у нас вектор а то это уже можно здесь уже не написать это будет это равно сумме по ж от единички до м д фи и т по д у житая точки у с ноликом на д у житая или если мы обратную замену переменных сделаем то получаем такое равенство уже на что не видно все не видно си со звездочкой от суммы д фи и т по д у житая теперь я точку писать не буду на д у житая то есть это получается вот такая связь между двумя способами задания базисных форм базисная форма она может получаться как замена переменных из вот такой уже один формы на кубе как бы явная формула так ну теперь соответственно давайте перейдем к принципе этого уже хватает для того чтобы понять что из себя представляет интеграл по по одномерной клетке от такой формы ну я сейчас хочу заняться сразу всеми остальными случаями там у нас еще и два формы есть и три формы есть в общем много разных и поэтому давайте мы теперь перейдем к формам ориентированного объема ну я напомню что значит опять таки м у нас м мерная клетка и форма ориентированного объема это что такое в это форма которая доставляла для любых любого набора векторов из соответствующего пространства значения объема призмы натянутого на эти векторы так ну давайте я как значит давайте я немножечко по поводу объема призмы еще вот поговорю да значит объем призмы у нас это был считался просто как мера ли бега соответствующие призмы так а призма была натянута на векторы то есть линейная оболочка векторов как в линейную оболочку векторов линейная алгебра обозначали линь спан линь ну давайте линь значит линь вот что что ой треугольными не хочу ух треугольными очень не хочу вы сейчас увидите почему треугольными здесь ну никак единственный способ обозначения который никак не пойдет значит а и так ну давайте векторы как их тут там они меня в касательном пространстве да ну значит будут ж 1 и так далее ж с индексом у меня там м мерное да м ж с индексом м да то есть то есть у меня м векторов берется и соответственно вот сейчас только я меру конечно потерял меры никуда не делали меры либо ну вот теперь мы немножко по-другому посмотрим на это значит давайте я напомню у нас было утверждение в начале этого параграфа о том что это мера она просто равна определителю модуль определителя соответствующих ну давайте ж и ж это просто так напишу не буду писать как координаты меняются понятно что обе и ж от единички до м так то есть у этого вектора житые координаты а теперь значит что из себя представляет координат ну если мы раскладываем по стандартному базису да то координаты это что такое ну вот давайте сейчас временно мы не в касательном простом мы находимся вот в пространстве р.м. евклидова соответственно координаты это что такое будет это будет скалярное произведение вектора житова на базисный вектор е с ноликом где у нас е 1 0 где у нас е 1 0 и так далее е 0 это стандартный нормированный базис жестко зафиксированные от которого мы плясали когда строили меру либека значит так вот теперь смотрите если мы запишем также тогда нехорошо писать ну давайте же это скалярное произведение же это на жк да жить и на жк это у нас что такое получается если расписываю по координатам ну давайте тут по ж от единички до м ж и ж т е ж с ноликом ну а тут соответственно там по л от единички до м ж к лт е лт с ноликом так в результате что получается с учетом артнормированности базиса это получается сумма по ж от единички до м ж и житая на ж к житая так из артнормированности базиса то есть только тогда когда ж равно у нас будет не ноль причем тогда это скалярные произведения будет единичка ну а тогда определитель который составлен как раз из этих скалярных произведений так он ну здесь что получается у нас получается та же самая матрица но здесь транспонированная ну а с точки зрения определителей понятно что это неважно транспонирование и соответственно мы получаем что это будет g и житая квадрат то есть то есть у нас получился еще один способ подсчета объема вот этой самой призма натянутый на вектор g1 и так далее g и смотрите то есть у нас здесь что записано у нас здесь записано скалярное произведение ну скалярное произведение это некая билинейная форма и поэтому мы теперь обобщим эту ситуацию то есть здесь как бы скалярное произведение откуда взялось то есть я напомню что я теперь хочу все сделать в касательном пространстве так ну стандартный на самом деле именно эта ситуация будет в дальнейшем это другую мы просто не успеем к сожалению рассмотреть это касательное пространство вложено в объемлющем и евклидово пространство и соответственно скалярное произведение которое в объемлющем пространстве вот оно и фигурирует здесь но в общем случае мы можем задавать каждом касательном пространстве свое скалярное произведение и вот это давайте определение запишем определение определение римоновой метрикой метрикой на клетке м ну м мерная по прежнему называется называется непрерывная непрерывная положительно определенная билинейная форма вот здесь квадратные скобки как раз угловые скобки снизу индекс x заданная на касательном пространстве точке x то есть смотрите непрерывность имеется ввиду по какой переменной по x по x то есть точка x меняется касательные пространства разные так и в каждом касательном пространстве своя билинейная форма положительно определенная так а вас было положительно определенная билинейная форма квадратичная форма соответственно по билинейной строится вот значит что еще следует заметить что положительная определенность естественно не зависит от того какую параметризацию мы берем потому что закон инерции квадратичных форм говорит что количество положительных значений не зависит от того какой а это означает что какую параметризацию не делаете если она положить напродельно то на самом деле иногда римной метрики считается просто невыражие ну а иногда вот римнов не то пред Heto А когда они выражены, то это псевдоэвклид. То есть, ну, по-разному. Ну, мы не будем лезть, собственно говоря, даже особо и в Риммону эту метрику. Но теперь, соответственно, следующее определение. Риммонов объем. Объем. Призмы. Ну, давайте лин, g1 и так далее, gm. Где? g1 и так далее, gm. Векторы из t от x. Равен. Вот так его будем обозначать. Риммонов объем. Корню квадратному из детерминанта. Составлено вот из как раз g, i, t, g, j, t, x. Где? Риммонова метрика. Да, и я вот тут, конечно, забыл дописать. Ну, в принципе, то есть, если у вас есть риммонова метрика на клетке, на элементарном многообразии, то, соответственно, многообразие называется рим. То есть, риммонова многообразие, это, давайте сюда, m, тогда называется риммонова многообразие. Ну, на самом деле, там более общая ситуация, когда мы на следующей лекции, надеюсь, все-таки дифференцируем и многообразие общие рассмотрим. Вот теперь, значит, у нас есть риммонов объем, так? Так вот, соответственно, давайте теперь, это как утверждение уже пойдет. А нет, еще одно определение. Еще одно определение. Формой ориентированного объема объема на риммонова многообразие. m называется такая m-форма, b, что для любых g1 и так далее, gm из t от x. v в точке x на векторах g1 и так далее, gm, t равно риммонова объему. Так, плюс-минут риммонов объем. Причем, знак выбирается в соответствии с ориентацией базиса g1 и так далее, gm, пространства t от x. Ну, то есть, определение формы ориентированного объема на многообразие, на риммоновом, оно совпадает с определением формы ориентированного объема на кубе. В том плане, что на любых векторах то же самое значение, но только по-разному понимается объем. Тогда это была просто мера Лебега, а сейчас, вообще говоря, это что-то, может быть, совсем другое. Ну, естественно, самый, конечно, простой случай, когда вот эти, на самом деле, на самом деле, вот эта риммонова метрика, это что такое? Это сужение. У нас все касательные пространства находятся в объемлющем n-мертном пространстве РН. В РН у нас есть стандартное скалярное произведение, и, соответственно, самая простая ситуация, это тогда, когда вот эта делинейная форма, это просто сужение скалярного произведения во всем РН на наше касательное пространство. Мы только эту ситуацию будем распределять, больше никакой. Это вот, как бы, немножко определение, которое относится к общей ситуации, ну, просто, чтобы уж... раз я эти слова в программе в рабочей формулировал, то вот они появились. Ну, и давайте теперь подсчитаем, что же это, чему же равно, на самом деле, значение этой формы. Итак, утверждение. Если фитеры положительная параметризация Риммонова Многообразия М рассматриваема как Рассматриваем с индуцированной стандартным скалярным произведением произведением ВРН Риммоновой метрикой, да? Риммоновой метрикой То Форма Ориентированного объема Объема Имеет вид Имеет вид В точке Х Равно Ну, давайте так запишу. Корень квадратный Из Определителя Значит, стандартное у нас скалярное произведение, поэтому я пишу. Значит Д Фи По Д У Итому Д Фи По Д У Ж Итому Вообще Я докажу На самом деле В общей ситуации Ну, ладно Раз Сформулировал так То Сформулировал так А здесь Соответственно Пси Со звездочкой Доказательства Доказательства Ну, на самом деле Еще раз повторюсь Здесь Если я тут Квадратные скобки поставлю Х То это будет В произвольном Римном могообразии Значит Итак Ну, во-первых То, что Форма ориентированного объема Должна выглядеть так Это откуда следует? Ну, потому что У нас Пространство Форм Валентности М На М Мерном Касательном Пространстве Оно Одномерное Да Поэтому Какую-нибудь Базисную форму Берем А это у нас Базисная форма Ну и На Коэффициент Умножаем Так Осталось только Выяснить Что коэффициент Именно тот Что Нужен Именно тот Что Нужен Ну, для этого Давайте возьмем Какие-нибудь Векторы И, соответственно Подсчитаем В от x На Векторах g1 И так далее g mt Ну, это, соответственно Получается Альфа от x Пси со звездочкой d u1 И так далее d u mt На векторах g1 И так далее g mt Значит, это Будет Альфа от x На d u1 И так далее d u mt Значит, Как мы там На векторах Пси штрих g1 И так далее Пси штрих Сейчас А, ну да Все правильно Пси штрих gmt Пси штрих gmt То есть Это что такое будет Это будет Альфа от x На Детерминант Детерминант Пси штрих g И т Житая координата Ну, по Определению Значения m-формы На m-векторах Внешнего произведения Значит, теперь Теперь Это один способ Подсчета Да А это Что из себя Представляет Ну, давайте Посмотрим Так Теперь я Другой способ Подсчета Это Соответственно Давайте Теперь Подсчитаем Корень квадратный Из Детерминанта Дфи ОДУ ИТ Дфи ОДУ ЖТ Пси Со звездочкой ДУ1 И так далее ДУ МТ На Векторах Ж1 И так далее ЖМТ Сейчас 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 А Виноват Виноват Это Мне не нужно Мне не нужно Мне нужен Смысл Да А смысл Мне В чем Состоит Это Я сейчас То же самое Естественно Посчитаю Так Смысл В чем Состоит Это Мне Совершенно Не нужно Смысл Состоит В форме Ориентируема Объема В чем Что Форма Ориентируема Объема Форма Ориентируема Перервемся Хорошо Вот Давайте Теперь Для удобства Вот Какие Вектора Ж1 И так далее ЖМ Выберем Просто Выберем В качестве В качестве Векторов ЖИТ Это у нас Будет ФИ Штрих Соответствующей Точки У На Байсный Вектор ЕИТС Ноликом Значит И от Единички До М То есть ЕИТС Ноликом Образует Базис В пространстве РМ Где у нас Параметризующий Куб сидит И соответственно Вот Икс у нас Это ФИАТ У И соответственно Базис РМ Который ЕИТС Ноликом Он переходит В Положительный Базис Пространства ТАТХ Пространство ТАТХ Ну давайте Тогда Посмотрим Что у нас Здесь Будет Записано Я Тут Посчитаю Штуку Это Что Такое Значит ПСИ Штрих Это Обратная КФИ Штрих То есть Поэтому ПСИ Штрих ЖИТ Это В точности ЕИТС Ноликом А значит Здесь У нас Просто Единичная Матрица Определитель Который Равен Единичке То есть Просто Альфа Получился Теперь Теперь Здесь У нас Что Ну почему С плюсом Кстати Берем Тут У нас В принципе Плюс Минус Да Плюс Минус Стоит Но С плюсом Берем Потому Что Параметризация Положительная А здесь Что Получается Здесь Получается Ну давайте Я запишу Корень Квадратный Из детерминанта Значит Скалярное Произведение Фи Штрих Точки У Е И С Ноликом Фи Штрих Точки У Е Ж С Ноликом Ну а Это Есть Ничто Иное Как Такой Фи Штрих От У Подействовали На Соответствующий Вектор Это Вот И Тоже Здесь Записано Дэфи По Д У Итому То есть Вектор Составлен Из Частных Производных Всех Координатных Функций Отображения Фи По Переменной У Итэ То есть В точности Корень Квадратный Из Детерминанта Дэфи По Д У Итому Дэфи По Д У Ж Что И Требовалось Доказать То есть Нашли Что Действительно Коэффициент Именно То представление Которое Нам Нужно Ну и Надо сказать Ну я думаю У вас Это Было Да Что Это Называется Вот Это Называется Матрица Грамма Матрица Грамма Да Было У вас Нет Было Матрица Грамма Но Ее Определитель Иногда У нас Почему-то Не любит У нас Только Якобиан Суффикс Ан Больше Никому Не Представляет Громиан По крайней мере В западной Литературе Я видел Таким Значит Так Ну вот Это мы Посчитали Теперь Значит Мы давайте Перейдем Конкретным Примерам Значит А именно Давайте Следующий Конкретный Случай Который Мы рассмотрим М Равно Двойке Н Равно Тройке То есть У нас Двумерное Многообразие Римного Многообразия В трехмерном Пространстве Это поверхность Поверхность Коротко Будем Понимать Это Поверхность Это Римного Многообразия Ну вот С Одной Параметризацией Пока Соответственно Теперь Давайте Я Хочу Записать Базисные Формы С помощью Обазисные Формы Здесь У нас Какие Так Давайте Я Сначала Нарисую Поверхность 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 Вот У нас В какой-то Точке Есть Касательное Пространство Это Поверхность Ориентированное Какое-то Римного Многообразие Иначе Соответственно Выбрана Ориентация Всех Касательных Пространств И вот Е1 От Х Е1 От Х Е2 От Х Положительный Базис Базис Касательного Пространства Ну и Определение Положительный Нормалью Нормалью К поверхности Точки Х Называется Единичный Вектор Н Ортогональный Давайте вот так Было же такое Обозначение Ортогональный К Т От Х Так И Такой Что Вот такой Базис Н Е1 От Х Е2 От Х Положительный Базис 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 И Р3 Ну Стандартная Тройка Выбирается Правая Тройка Как положительный Базис Р3 Мы Ориентируем Стандартным Образом Ну То есть На картинке Это что Будет Это Соответственно Будет Сюда Куда-то Вектор Значит Вот Вектор Н Ну А теперь Утверждение Утверждение Если Н- Положительный Нормаль Нормаль К поверхности М Тон Д Д Д Д Д Д Д Сужен На М Точке Х Это Равно Косинус Н Д Д Д Д Я начал И В От Х Д З Д Х Нужно На М Точке Х Косинус Н Ж В От Х Д Х Д Игрек Точке Х Косинус Н К В От Х Дайте Здесь Все-таки Над Х Вектор Поставлю Чтобы Его Не Путать С Х Как Координат Где В От Х Форма Ориентированного Объема Ориентированного Объема Объема Многообразия М В точке Х И Ж К Орты В R3 То есть Стандартный Артенормированный Базис В R3 Так Доказательства Ну Соответственно Какой Нибудь Выберем Какой Я тут Выбирал DxDy Давайте Посчитаем Последний Значит По определению Сужения Суженное На M Это У нас Соответственно Получается Пси Со Звездочкой От Суммы Так Давайте Я теперь Сумму Могу И в Явном Виде У нас Всего Две Координаты Да Ну У1 И У2 Да Значит Д Фи Первое По Д У Первое Д У Первое Плюс Д Фи Первое По Д У2 На Д У2 На Д Фи Второе По Д У1 Д У1 Плюс Д ДФИ второе, ДУ второе, ДУ второе. Так. Значит, это равно, это равно. Ну, что у нас здесь получится? Получится, когда мы раскроем, это, соответственно, будет ДФИ первое по ДУ первое на ДФИ второе по ДУ второму. Минус ДФИ первое по ДУ второму на ДФИ второе по ДУ первому на ПСИ со звездочкой ДУ один, птичка ДУ два. Так. Ну, с учетом того, что у нас форма ориентирного объема для нее запись вот есть, так, то, соответственно, для доказательства нам нужно проверить, что косинус угла косинус НК, умноженный на, что там, корень квадратный из детерминанта соответствующей матрицы грамма, ДФИ по ДУ ИТ, ДФИ по ДУ ЖТ, что это равно в точности вот этому... А, давайте я вот так напишу, что вот это равно вот этому, да? Они равны между собой. Нам осталось установить равенство вот этих двух чисел. Ну, давайте для этого нам что нужно сделать? То есть, по сути, нам что нужно доказать? Нам нужно доказать, что вектор... А вот это... что это такое из себя представляет? Мы замечаем, что это есть не что иное, как... Что? Третья координата... ДФИ... Ну, давайте я вот так запишу, проверим, да? Значит, И, Ж, К... ДФИ по Д... ДФИ первое по ДУ первому... ДФИ первое по ДУ первому... ДФИ второе по ДУ первому... ДФИ третье по ДУ первому... ДФИ второе по ДУ первому... ДФИ первое по ДУ второму... ДФИ второе по ДУ второму... ДФИ третьем по ДУ третьему, так. Это у нас векторное произведение векторов ДФИ по ДУ первому на ДФИ по ДУ второму, так. Да, спасибо. Вот, то есть, в чем теперь состоит наша задача? Наша задача состоит в том, чтобы показать, что на самом деле вектор Н, это есть длина вот этого векторного произведения ДФИ по ДУ второму в минус первый на само векторное произведение. Вот, к чему свелась наша задача. То есть, утверждение будет доказано, как только мы докажем, что положительное нормальное – это вот как раз векторное произведение, нормированное векторное произведение. Ну, а для этого нам что нужно установить? Что если мы Н поставим в качестве первого базиса, а что такое Е1 от Х и Е2 от Х, положительный базис? Ну, это в точности, я напомню, что если у нас ФИ – это положительная параметризация, так, то тогда ДФИ по ДУ1, ДФИ по ДУ2 – это положительный базис касательного пространства. Т точки Х. Ну, а раз это положительный базис, то вспоминаем векторное произведение, оно как раз таким свойством владает. Ну, там в определении векторного произведения, по-моему, последним он стоял, да? Оно стояло векторное произведение. То есть, векторное произведение двух векторов – это что такое, значит, А, Б на этот направление векторного произведения дает как раз положительный тройку трехмерного пространства. Правильно? В определении векторного произведения. Что? Ну, да. Ну, правильный, ну, у нас циклическая переставка. У нас циклическая перестановка. У нас этот первым стоит, да? Ну, это то же самое, что поставить его последним, правильно? В происхождении порядка. То есть... Ну, то есть, все, собственно, сводится к свойствам векторов произведения и отсюда все, к определению векторов произведения, да? Что, во-первых, это действительно он ортогонален касательному пространству. И, во-вторых, направление единичное он, потому что он нормирован так, да? И, соответственно, поэтому все у нас и получилось. Так, утверждение доказано. Утверждение доказано. Следующий частный случай. М равно единичке. М равно единичке. Ну, Н пусть будет тройка, можно и двойку, неважно. Ну, тогда у нас это что получается? Это у нас кривая, так? То есть, это получается случай кривой. Кривая. В этом случае касательное пространство одномерное, так? Одномерное, да? Касательное пространство одномерное. Ну, и если мы выберем положительный вектор касательный, так? Положительный касательный вектор, то есть кривая как-то ориентирована, соответственно, у нас есть положительный касательный вектор. То есть, здесь я ссылаюсь уже на первый семестр. Так, кривая, одномерная, все, там касательный вектор есть. И тогда, соответственно, утверждение. Если Тау... Не буду вектор писать. Тау положительное касательное, положительный касательный вектор. Единичный, да? Единичный касательный вектор. Вектор. К одномерному многообразию. Многообразие скобка кривой. То... Ну, соответственно, здесь теперь кривой M. Дх, суженное на N, это будет, значит, косинус Тау И на В в точке Х. Д, Игрок, косинус Тау Ж на Х, Д, З. Да, конечно, ИЖ здесь нехорошо. Давайте СТ, что я здесь напишу. Что-то мне сейчас пришло в голову, что ИЖ тут нехорошо писать, да? Когда ИЖ есть. ИС и Т. Д, З, суженное на M, это косинус Тау Ка В от Х. Где В от Х форма ориентированного объема. Объема на M. Ну, доказательства здесь еще проще, да? Доказательства. Ну, давайте Д, Икс, суженное на M. Это у нас Си со звездочкой от... Ну, соответственно, я напишу здесь, что получается. А, ну, собственно, здесь просто сумма превращается M равно единичке. Это одно слагаемое, то есть получается частная производная D и первая по D единственная. переменная, параметризующая в кубе, D, U. Так. Это, соответственно, будет... Просто выносим ее за скобку. Си со звездочкой от D, U. Ну, а таким образом нам что нужно установить? Что D, FI1 по D, U, да? Что это равно... Как раз то, что мы хотим. То есть косинус Тау, И. И на коэффициент в соответствующей форме... Ну, здесь громко сказано определитель, да? Потому что теперь переменная только одна, U, так. Это означает, что это определитель матрицы размера 1 на 1. А матрица размера 1 на 1, скалярное произведение вектора DFI по D, U на себя. То есть просто корень квадратный из... Ну, давайте как... ФИ штрих от U в квадрате. Теперь ФИ штрих от U это вектор, да? Поэтому я могу так написать. То есть надо проверить, так ли это. Ну, ясно, что это так, да? Почему? Потому что единичный вектор касательный, он имеет какие координаты? 1 делить на корень квадратный из ФИ штрих. Ну, то есть просто на длину, так? Корень квадратный, так? На ДФИ по Д, ДФИ 1 по Д, У, ДФИ 2 по Д, У, ДФИ 3 по Д, У. Эти координаты касательный вектор мы когда-то посчитали, да? В первом семестре. Могу сослабиться. В первом семестре. Что и требовалось доказать. Ну, и теперь очень хорошо, что мы тут вспомнили первый семестр, потому что теперь это будет мотивацией следующего определения. Значит, ну, давайте я сначала мотивацию поясню, да? Итак, значит, форма ориентированного объема на одномерной клетке, да? Форма ориентированного объема, это что у нас такое получается, по сути? Это у нас получается ФИ штрих от У на ПСИ со звездочкой от ДУ, так? Вот что такое форма ориентированного объема на одномерной клетке, на одномерной клетке. А я напомню, чему равнялась длина кривой. Длина кривой, это в точности был интеграл от МОДЛИФИ штрих от У. Это длина кривой, так? То есть, смотрите, на одномерной клетке форма ориентированного объема, когда мы ее интегрируем, да, она дает длину кривой. Ну, а, соответственно, для поверхности, что она будет давать? Естественно, площадь поверхности, да. И поэтому определение. Мерой куска М-штрих Риммонова Многообразия М Называется Ню от М-штрих Равно интегралу по М От индикатора М-штрих От Х На В от Х Где Ки М-штрих от Х Это индикатор или характеристическая функция В анализе чаще Принжит М-штрих Ноль Их Принжит М-м-штрих Такая функция, заданная на нашем многообразии А В от Х Форма Ориентированного Объема На М Еще Называется Риммонов Объем Это называется Риммонов объем соответствующего куска Мерка куска Это еще Риммонов объем Значит В частности Какие у нас получаются случаи В частности у нас получается Длина Кривой Так Длина куска кривой И Площадь Куска поверхности Ну в частности площадь всей поверхности То есть Это у нас Ну конечно Я формально Теперь должен Если я хочу интеграл Определять То я Ну с другой стороны Вы сейчас уже У вас же есть курс Общей теории меры Да Интеграл Лебега По общей мере Это есть Вот Осталось Тут в общем-то Сразу проверяется Что Это Действительно Сигма Аддитивная мера Потому что Ну Просто У вас Вот этот интеграл К чему сводится Он сводится К интегралу Лебега Да Через Параметризующий куб Соответственно Сигма Аддитивна Сразу Перемь А это означает Что вы сразу Можете говорить О Интеграле Лебега По этой мере И Это Соответственно Ну давайте Теперь серия Определений Наконец Мы теперь Классические Интегралы Появились К Кривленейным Интегралом Первого рода Первого рода Называется Ну вот такой Интеграл По m f От x y z d s Равно Интегралу По m f От x y z d mu mt Равная Интегралу По m f от x y z v от x y z и равная Ну на самом деле Конечно Тут не все Определение Тут часть Уже Следствие Из Интегралу По k f x от t y от t z от t корень квадратный x штрих от t в квадрате плюс y штрих от t в квадрате плюс z штрих от t в квадрате d mu от t Давайте вот здесь Где же здесь определение-то закончить Вот это называется Да? Так точку поставим Он равен Вот так То есть Первые два равенства это определение Первые два равенства это определение А последнее откуда следует? Из того, как мы посчитали чему равна форма объема и определение интеграла от формы по клетке То есть k большое Значит здесь k большое k большое это параметризующий отрезок параметризующий отрезок Ну и и что еще и для отрицательной параметризации параметризации знак не меняется Ну то есть вот вот тут когда написана форма ориентированного объема вообще говоря если мы от положительной параметризации к отрицательной то я должен минус поставить так? Ну мы просто считаем что не зависит от того какая положительная или отрицательная то есть временно здесь вот в этом интеграле мы забываем про знак здесь понятно что его нет знак когда вы по мере либега определяете и соответственно здесь тоже никакого знака не появляется вне зависимости от параметризации просто такое соглашение следующее определение крейном интеграл то есть поверхностным интеграл первого рода определение поверхностным интегралом интегралом первого рода называется так ну давайте я опять пишу значит интеграл стандартное обозначение тайм двойной f от x yz ds равно интегралу по m f от x yz d m m m равно м равно интегралу по m f от x yz на v от x yz значит он равен соответственно 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 интегралу по параметризующему кубу давайте я здесь двойной напишу интеграл f x от u v y от u v z от u v а здесь напишем гауссиан fd ud илья вам вообще не писал d u d v давайте dm dm от u v где где e это длина вектора d fi по d u в квадрате то есть d 1 по d u в квадрате плюс d fi 2 по d u в квадрате плюс d fi 3 по d u в квадрате g d это длина d fi по dv в квадрате то есть d fi 1 по dv в квадрате плюс d fi 2 по dv в квадрате d fi 3 по dv в квадрате и наконец f это скалярное произведение d fi по d u на d fi по dv и равно соответственно d fi 1 по d u d fi 1 по dv d d fi 2 по d u d fi 2 по dv d fi 3 по d u d fi 3 по dv и соответственно поверхность m заодно параметризации x fi 1 от u y fi 2 от u z fi 3 от u v принадлежит k параметризующий куб k то есть не куб квадрат ну я думаю то что ежи минус f квадрат это в точности определитель грамма здесь это видно да где у меня уже определитель грамма нет вай-вай-вай-вай нету нету а его вот на приличе грамма остался я думаю в стольких местах было и уже нету а так все-таки где-то остался так ладно 5 минуточек а слушайте вот что я еще забыл кстати 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 сейчас сейчас а ну нет пока еще вроде как да забыл забыл здесь вот какая штука еще была да я про нее забыл сказать что длина векторного произведения это соответственно к чему это к утверждению о байсных формах поверхности вот одно немаловажное обстоятельство про которое я забыл упомянуть значит что я как-то что длина векторного произведения точности равна корню квадратному из определителя соответствующей матрицы грамма вот это откуда следует было такое упражнение я специально даже сегодня утром залез в задачник по алгебре и нашел там сам первом параграфе вот такое упражнение я думаю вы его делали может вспомните нет а ну линейный тоже во втором семестре ничего себе не в первом это первый параграф конечно это аналитический геометр должно было быть ну вот это это обязательно нужно иначе никак не свяжется там же настоял модуль минус первый без него не свяжется забыл я про это обстоятельство так значит ладно это мы определение да может быть еще некоторое пояснение почему вот это поверхностный интеграл первого рода и то есть в частности что мы получаем что если если f единичка если f единичка то что у нас получится тогда интеграл поверхностный интеграл первого рода даст нам площадь поверхности почему почему это естественно читать площадь и поверхность потому что во-первых вспомните форму ориентированного объема что она давала она давала площадь соответствующая призма натянутая на два вектора это параллелограмм да значит площадь соответствующая параллелограмм касательно проста то есть если поверхность плоская то автоматом будет давать площадь так просто по определению форма ориентированного объема а соответственно ну вот в общем виде ну получается это самое естественное определение площади поверхности то есть вы как бы представляете поверхность состоящая из маленьких плоских кусков а из каких плоских кусков Естественно, считать, что вы маленький кусок заменяете куском касательной плоскости. Маленький кусок поверхности заменяете соответствующим куском касательной плоскости. И, соответственно, вы площадь поверхности, вместо того, чтобы считать площадь поверхности, вы считаете, стоящие из маленьких кусков, которые вы считаете плоскими. так а только вы считаете их плоскими то это у вас получается интегральная сумма для поверхностного интеграла потому что вы мы уже уговорились что по пост по плоскости до поверхностный интеграл дает нам соответствующую площадь так и поэтому получается что ну вот из таких естественных соображения действительно естественно определение площади поверхности потому что из кусков которые заменяем кусками касательных плоскостей и соответственно потом все это складываем я вам по моему втором семестре сапог шварца показал да о том что площадь поверх не так легко определить так вот значит соответственно это геометрический смысл поверхного интеграла первого рода физический смысл и у криволинейного интеграла 1 рода и криво линейного интеграла и у поверхностного интеграл первого рода в чем состоит что если вы соответствующую функцию будете считать для криволинейного линейной плотностью для поверхностного соответственно поверхностной плотностью соответствующей кривой или поверхности да то кривление интеграл первого рода даст вам массу кривой с такой линейной плотностью а поверхность играл первого рода даст вам массу поверхности соответствующей поверхностной плотности это вот физический смысл соответствующих интегра так теперь второго рода интеграл и значит определение для векторного поля а pq r криволинейный интеграл играл первого рода 2 2 рода по кривой m определяется как интеграл по m вот форма которая получается превращением поля в только сейчас ну да из поля форма это диез так то есть это pdx плюс q dy плюс rd и следствие из утверждения следствие из утверждения вот по касательным осужение базисных один форм мы получаем что интеграл криволинейный второго рода сводится к криволинейный интегралу первого рода если мы запишем значит соответственно п косинус тау и плюс q косинус тау g плюс r косинус тау к на d как мы там крим с маленькая ds маленькая ds маленькая да я просто подставил да хоть он стал и это получилось форму сведения криво линейного второго кривлением первого еще это также записывается как интеграл по m скалярное произведение п на талу и вот эта вещь для замкнутого контура контура м называется циркуляции циркуляции поля а а вдоль контура хотя в принципе не обязательно можно замкнутый а давайте уберем принципе циркуляцию циркуляции ну ладно пусть будет для замка для замка пусть будет для замка вдоль контура так ой а конечно да спасибо естественно а конечно конечно ну и тут поле а я написал на конечно конечно спасибо так ну и там написано скалярное произведение она тауна тауна единичный вектор поэтому естественно а это направляющий костюм от его координат так я думаю тут пояснение не нужно да то есть просто взяли поставили сразу вот они где-то так дальше что еще так теперь я вот это могу стереть утверждение следующее определение определение для векторного поля а равного p q r поверхностный интеграл интеграл второго рода по поверхности m определяется как интеграл по этой поверхности от звездочки а диеза то есть это получается терминных форм это будет p d y d z а ну давайте я ну давайте сначала в терминных форм напишу d z d x r d x d y дальше напишем классическое обозначение уже два интеграла птички пропадают птички пропадают так значит это определение это расшифровали звездочку и диез так это обозначение классическое и то есть это вот определение следствие из утверждения о сужении базисных базисных два форм уже такое будет значит интеграл поверхностный второго рода p d y d z плюс q d z d x плюс r d x d y равен поверхностному интегралу первого рода по той же самой поверхности а здесь соответственно где у меня вот они что получится ну я могу подставить соответственно получится p косинус n и плюс q косинус n g плюс r косинус n к ну и соответственно соответствующую форму а а а форму я собачиваю сюда ds пишу не буду я заводить это пока ds поверхностный интеграл первого рода с или или это можно как записать это можно записать как интеграл по м скалярное проведение а на n ds и это штука называется это штука называется это штука называется потоком векторного поля поток векторного поля через поверхность m в направлении n ну то есть у нас поверхностями две стороны соответственно нормаль и в ту или в другую сторону и значит поток в ту или в другую сторону то есть направление это по сути только на самом деле сторона имеется какая именно сторона поверхности так это значит все классический интеграл теперь определены вот как видите связи есть да дальше обратите внимание что поскольку у нас интеграл от формы не зависит от положительной параметризации так то что означает это означает что сразу же крыльный интеграл второго рода он не зависит от того какая параметризация выбранная у кривой так поскольку интеграл главное чтобы сохранялось направление да то есть если параметризация положительная то но интеграл тот же 01 для поверхности тоже не зависит от параметризации то есть required следствие того что у нас соответствующие интегралы от форма они не зависит от параметризации ну это же самое для первого рода то же самое для первого рода тоже не зависит от параметризации причем там уже и не важно положить на или нет ну там просто соглашение 还 Так, теперь смотрите, теперь мы уже почти готовы к тому, чтобы одно из следствий общей формулы Стокса-Фуанкаре наконец-то полностью расшифровать. Речь идет о формуле Гаусса-Астроградского. Итак, ну давайте я напомню, что у нас формула Гаусса-Астроградского как выглядела, что интеграл, давайте так, сейчас я там одинарный, ну не помню, давайте я сначала одинарный напишу, а потом в формах сначала напишу. Д. dy, dz, 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 dx, dy, dp, dx, dxệt, dz, dz , dp, dz , dr , dz Н�시 0 Вот в формах формула Гаусса-Астроградского имела такой вид. Но здесь есть очень теперь важные обстоятельства, которые нужно четко прояснить. Я напомню, что мы уже выяснили, что в формуле Стокса-Панкаре в общей как связаны ориентации. Самой клетки и ее границы, они связаны через положительную параметризацию. То есть положительная параметризация, она переносит ориентацию с параметризующего куба на клетку и, соответственно, на грани. Причем на самом деле от положительной параметризации соответствующая ориентация не зависит. Это проверили вот там две большие леммы в конце прошлой лекции. Вот. Но теперь вопрос. У нас мы спустились с небес на землю, я имею в виду с общего нмерного пространства в трехмерное пространство. И теперь нужно выяснить, ну, насчет ориентации справа тут, конечно, вопросов нет. Нет. Трехмерная клетка в трехмерном пространстве, ну, как она ориентирована? Тут, собственно, понятно, что стандартно считаем с плюсом этот интеграл и все, как тройной. А вот здесь это уже будет повязанный интеграл второго рода, а для него уже важна какая сторона, так? Какая сторона будет соответствовать? То есть у нас есть правило. То есть общая формула Стокса-Пуанкаре, она дает нам, что формула верна, если параметризация φ положительна, и, соответственно, ориентация грани порождается соответствующей параметризацией. Ну, это очень такое, ну, как его применять-то на практике? Вы должны проследить, что там она как переносит ориентацию с грани куба на грани клетки. А на самом деле, давайте это я как теорему сформулирую, да? Теорема, формула Гаусса-Астроградского. Ну, и коль скоро это у нас для, в основном для теории поля приложения, то в терминах теории поля. Значит, если А равно ПИ плюс QG плюс РК, гладкое векторное поле. Поле заданное в окрестности трехмерной клетки МВР3, трехмерной клетки МВР3, то интеграл по границе, я пишу поверхностный интеграл, и давайте, значит, вот в таком видео напишу, поток через поверхность граничную, да, равен тройному интегралу уже по самой клетке от дивергенции векторного поля А, D, ну, давайте здесь Dμ от X, Y, Z, пусть или бега будет, хотя, конечно, если гладкой, то, соответственно, тут у нас все. Где граница клетки ДМ ориентирована вектором внешней нормали N. То есть, на самом деле, если вы посмотрите внимательно, что нужно доказывать, то смотрите, дивергенция, вот она, так, то есть это тройной интеграл, поток, вот он, это в точности то, что слева стоит, да, то есть, на самом деле, для доказательства теоремы нужно только проверить, что вот внешний нормаль N это именно тот знак, который нужно брать в общей формуле стокса-астроградского в соответствии с правилом ориентации граней клетки, которая получается путем наследования ориентации граней параметризующего куба. То есть, фактически, единственное, что нужно проверить, это знак, больше ничего. Итак, доказательства. значит, ну давайте нарисую картинку. у нас значит, есть параметризующий куб, есть параметризующий куб, у 1, у 2, у 3, 1, 1, 1, что-то у меня куб куда уехал. 1, так, и, соответственно, параметризация φ отправляет, давайте, я тут уже не буду рисовать, координаты не важны, ну, соответственно, вот, кто-то тут такое будет. вот трехмерная клетка, трехмерная клетка. Ну, давайте я, значит, я должен проверить, что грани куба будут, то есть, грани клетки ориентированы так же, грубо говоря, как то есть, внешняя нормаль это как раз положительная. В смысле, если φ это положительная параметризация. Положительная параметризация. Ну, давайте какую-нибудь я рассмотрю, вот, я напомню, у нас М1, 1, это обозначался как образ грани К1, 1, К1, 1, это значит, я по первой координате взял единичку, то есть, это вот К1, 1, вот она там, вот эта грань. Ну, где-то она здесь будет, неважно где, вот пусть она здесь, например, будет, неважно. И, соответственно, я беру вот точку здесь, x, точка x здесь, и, соответственно, у меня есть тогда обратное координатное отображение, и, соответственно, я что знаю? Я знаю, пусть это x0, у меня будет x0, точка. Значит, пси 1 от x0 равно 1, это я точно знаю, да? То есть, первая координата будет в точности единичка, остальные не знают. Вот, и давайте теперь посмотрим, я напомню, у нас соглашение, что параметризация, она всегда определена в некоторой окрестности, на самом деле, куба. Это означает, что мы можем спокойно рассматривать окрестность точки x0 в трехмерном пространстве, и там у нас координатное отображение пси вполне определено. И, соответственно, что у нас тогда получается? У нас получается, что если x в окрестности x0 и вне m, да? То пси от x тогда, что вы про пси от x можете сказать? Если x в окрестности точки x0 и вне m, то пси от x будет что? Какое? Больше единички. Потому что здесь она единичка в точке x0. Так? Если вы, соответственно, вне, то вы уходите вовне, так? Куба. Пси один, конечно, да. Пси один, да. Ой. Виноват. Виноват. Конечно, пси один. Конечно, пси один. Конечно, пси один. Так. Значит, если x в окрестности x0 и внутри m, то, соответственно, пси один от x меньше единички. Так? Вот. Ну, это нам поможет теперь разобраться с направлением вектора. Значит, у нас так. Значит, я напоминаю, как у нас выбиралась параметризация грани куба. Это был вектор, который был направлен вовне. Так? Соответствующие грани. То есть, ну, в данном случае это получается вектор 1, 0, 0. Это вектор положительной нормали к грани k1, 1. Так? Значит, соответственно, вот по общей формуле Стокса Пуанкаре положительной нормалью будет вектор фи-штрих в точке у с ноликом на вот этот вектор 1, 0, 0. То есть, это что такое? Жить. Что-то... Сейчас. Ну да, фи-штрих в точке у с ноликом на этот вектор. Ну, в принципе, я могу ее расписать, да? сейчас. Ну, нехорошо, нехорошо. Что-то здесь не то. Сейчас. Фи-штрих в точке у с ноликом. Это у меня отображение, которое переводит... А, ну да, да. Соответственно, он состоит из первых координат, да? То есть, ну, собственно, и не важно. Хотя, можно и написать. Ну да, да. Это получается, как я могу это записать? Сейчас. Мне, по-моему, лучше обратная функция здесь нужна. Сейчас, сейчас, сейчас. Мне лучше обратная, по-моему, функция, да? Да. Я лучше обратную функцию посмотрю. Значит, давайте мы посмотрим на обратную. У1, так, то есть, у1 от x, равную функцию psi 1 от x минус 1, да? Значит, ну, для нее, соответственно, я могу дифференцировать записать. у1 от x в точке x с ноликом она 0, поэтому это получается градиент у1 x минус x с ноликом плюс у маленькая от x минус x с ноликом x стремится к x с ноликом. Так? Это я записал формулу определения, собственно, дифференцированности я записал. Градиент в точке x с ноликом берется, ну, давайте, до x с ноликом у1 в точке x с ноликом. Так. Значит, теперь вот, что давайте запишем. Значит, d u1 по d u1 это, естественно, единичка. Я распишу через прямое и обратное, то есть, как сложную функцию. d u1 по d x1 d x1 по d u1 d u1 по d x2 d x2 по d u1 d u1 d u1 d x3 d x3 по d u1 это получается скалярное произведение градиента u1 у1 на вектор d d x3 d x2 d x3 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 значит, касательное пространство оно по общей теории к этой грани оно порождено векторами d φ по d u2 и d φ по d u3 так причем это положительный базис касательного пространства положительный базис касательного пространства d φ по d u2 d φ по d u3 Значит, отсюда у нас следует, что градиент U1 ортогонален касательному пространству в точке Х0. Далее, значит, да, поскольку у нас вот такой базис ДФИ по ДУ1, ДФИ по ДУ2, ДФИ по ДУ3, положительный базис R3, поскольку ФИ – это положительная параметризация. Значит, положительный переходит в положительный. И первое равенство, о чем нам говорит? Оно нам говорит, вот отсюда, отсюда следует, отсюда следует так, что градиент, если мы подставим градиент U, градиент U1, ДФИ по ДУ2, ДФИ по ДУ3, то это тоже положительный базис. Так, ну и теперь давайте смотрим, а градиент у нас, градиент у нас, да, собственно, значит, нам теперь положительный, то есть вектор N, отсюда следует, что вектор N положительный, нормальный, это градиент, градиент, делить на его длину. Так, это градиент, делить на его длину, так. А теперь смотрим. Значит, смотрите, что получается у нас, что получается у нас. Значит, мне нужно доказать, что вот этот вектор N, он именно вовне направлен, да, что он вовне направлен, ну, давайте посмотрим на вот это равенство для U1 от X, так. Вот у меня градиент нарисован здесь, так. Значит, если у меня X минус X с ноликом направлен вовне, так, направлен вовне клетки, то у меня, смотрите, U1 будет больше единички, так. То есть больше нуля, больше нуля, больше нуля, больше нуля, так, положительно, так. То есть градиент, вот это скалярное произведение положительно будет, так. X минус X с ноликом у меня вовне, значит, градиент тоже вовне. Это означает, что действительно положительно направленное направление – это вовне. То есть формула Гаусса-Астрогатского теперь полностью доказана. Мы проверили, что действительно направление именно вовне идет. В соответствии с общей вот этой теорией. Ладно, все тогда на сегодня. Спасибо за внимание. Так. 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 Так.